Магнитофон Мечтали ли вы приобрести этот магнитофон? Я думаю, вряд ли. Я долго думал, стоит ли снять обзор на него, ведь он не обладает какими-то отличными характеристиками, не оброс историями и легендами, да и выпущено их было не так уж и много. Однако именно этот магнитофон стал первенцем в линейке Сатурнов и единственным Юпитером, выпускавшимся на Омском электротехническом заводе имени Карла Маркса, и уже поэтому о нем стоит рассказать. Не все знают, что еще в 60-е годы на этом заводе выпускали магнитофонную приставку МП-64, она же Нота. Параллельно с ее выпуском в конструкторском бюро разрабатывали новую перспективную модель, выполненную полностью на транзисторах. И к началу 71-го года новая модель была подготовлена для производства. Она, как и предыдущая модель, была тоже третьего класса с единственной девятой скоростью. Только диапазон воспроизводимых частот стал шире, от 63 до 12,5 тысяч герц. В том числе и благодаря только появившемуся новому, десятому типу ленты, который сразу окрестили долгоиграющим, так как благодаря более тонкой ленте, ее на катушку помещалось больше. Максимальный размер применяемых катушек номер 15, то есть 15 сантиметров в диаметре. Они вмещали 250 метров ленты старого типа, а новая помещалась уже 375. Это дало увеличение продолжительности звучания аж на 40 минут. Но только начали запускать магнитофон в серийное производство, как вылезла неожиданная проблема. Выяснилось, что из-за возникшей путаницы в ведомствах одновременно и в Киеве подготовили к выпуску магнитофон под маркой Юпитер. Пока шли разборки, чтобы различать эти две модели, омскому аппарату был присвоен нестандартный четырехзначный номер 1201. Но у киевского завода Радар, видимо, были серьезные покровители. И он смог отстоять за собой торговую марку Юпитер. А омску пришлось выбирать новое название для своих магнитофонов. Об этом я рассказывал ранее в ролике про самый первый магнитофон Сатурн. Ссылку на него я оставлю ниже в описании под этим видео. Думаете, что для завода на этом проблемы кончились? Так вот, с началом производства вдруг возник дефицит одного из важнейших узлов – двигателя. Срочно пришлось закупать их вместе с фаза с двигающими конденсаторами аж в Японии. Этот двигатель, видимо, был рассчитан на работу с надетой на него крыльчаткой вентилятора. Но на заводе с этим заморачиваться не стали. В процессе работы он нехило грелся. Находящаяся над ним декоративная пластиковая панель от температуры начинала коробиться и провисать. Магнитофонные катушки сверху, а подкатушечники снизу начинали шоркать об эту панель. Из-за этого нарушалось правильное натяжение ленты вплоть до полной ее остановки. Впоследствии эту проблему все же решили и стали устанавливать отечественный двигатель КД-3,5А. Одним из важнейших узлов любого магнитофона является лентопротяжный механизм. В этой модели он свой, хотя и чем-то напоминает механизм от магнитофонов «Маяк». Он мог получиться бесшумным, так как работает с плоским пасеком. Но вот этот ролик все испортил. При включении режимов у него смещаются подкатушечники для зацепления с механизма. Говорят, что эта идея заимствована у грюндиков. Но иностранная техника не мой конек. Если вы знаете, напишите свою версию в комментариях. И после всего озвученного вы все еще считаете несчастную орбиту плохим магнитофоном? Лично для меня в этом магнитофоне не хватает раздельного регулятора тембра по низким и высоким частотам. Тут он один общий. Плохо, что нет выхода для наушников. Звук на встроенной динамики, как и у всех аппаратов такого класса. А вот при работе с внешним усилителем он довольно неплох. Корпус изготовлен из листового металла и оклеен пленкой под дерево. Насколько я помню, это единственный магнитофон, в котором крышка, закрывающая магнитные головки, откидывается на себя. Не скажу, что это неудобно, но сильно непривычно. Меня смущает один момент. Рискну предположить, что изначально он задумывался как четырехдорожечный. Технически сделать это было совершенно несложно. Вероятно, просто не смогли достать нужные магнитные головки. Смотрите сами. Под декоративной металлической панелью скрывается прорезь, в которой как раз был бы, кстати, переключатель дорожек. Вот если бы его все же сделали, да добавили 19-ю скорость, да была бы возможность применить 18-е катушки, мог бы получиться вполне неплохой аппарат. Но все это лирика. Вся электроника собрана на одной плате, на многими любимом чудотворном Германии. Для тех, кто не в курсе, Германии – это химические элементы с таблицами Неделеева. В 70-е годы его активно применяли в транзисторах. Вот они, по плате разбросаны кверху вводами, чем-то похожие на пауков. И именно их уважают многие люди, называющие себя аудиофилами. В качестве выходных стоят P601AE. Номинальная мощность усилителя – полтора вата. По сути, этот магнитофон является довольно сырым. Где-то не доработали, где-то не додумали, что-то не смогли достать. Но при этом именно на нем отработали многие технологические процессы. И последующие модели магнитофонов «Сатурн» смогли завоевать большое количество своих поклонников. Я не помню, был то август или был апрель. Помню, ты сказала «Здравствуй, подержи портфель». Тот портфель из желтой кожи был большой котом. И я понял, что, быть может, моя счастье в нем. Глаз твоих не помню, цвет волос не помню. Голос твой не помню, имя не узнал. Помню лишь огромный, помню тот огромный, Помню, что огромный портфель в руках держал. Было солнце или тучи, это я забыл. Как тебя увидел, помню, сразу полюбил. Ты поправила косынку, забрала портфель. И забыв сказать спасибо, скрылась ты в толпе. Глаз твоих не помню цвет. Волос не помню, голос твой не помню, Имя не узнал. Помню лишь огромный, помню тот огромный, Помню, что огромный портфель в руках держал. Ничего теперь не помню, все, что знал, забыл. Я в тот день портфель огромный, сердце обронил. Пристаю ко всем прохожим, каждый день теперь. Кто-нибудь видал, быть может, желтый твой портфель. Глаз твоих не помню цвет. Волос не помню, голос твой не помню, имя не узнал. Помню лишь огромный, помню тот огромный, Помню, что огромный портфель в руках держал. Глаз моих не помнишь, цвет волос не помнишь, Голос твой не помнишь, имя не узнал. Помню лишь огромный, помню тот огромный, Помню, что огромный портфель в руках держал. Голос твой не помню. Аппарат. Вот если бы его все же сделали,